Что такое климат, чем он отличается от погоды? Знаете? Погода и климат, да? Чем разница? Климат постоянная, глобальная вещь такая. Это определяет погоду? Параметры те же самые. Это температура, давление, влажность, скорость ветра, направление. То, что погода и климат, те же самые характеристики. В чем отличается климат? Погода это данный момент. Нет, нет, климат тоже. Нафиг разница в том, что погода это средние часовые, суточные, а климат это среднегодовые, среднесезонные, многолетние средние. То есть, разница в том, что разные средние. Да, ну, как бы такое классическое определение климата, это 30-летние средние, то есть, то, что у нас есть средние характеристики, или климатические характеристики. А похода, она меняется ежечасно, в принципе. Те же характеристики, но такая, которые каждый час могут меняться. Сейчас вот много километров, проблема климата, вы как ощущаете, в чем проблема? Интересно, представляете, невооруженным глазом проблемой. Нет. Или только специалистам. Глобально оттепление. Почему, если там старые люди, они замечают, что в том-то году было... Нет, ну, было, а проблема-то... Я тоже замечаю, светлое. Ну, оттепление, что плохое, ну, оттепление, что плохое. Может, наоборот, хорошо. Конечно, с дальнего Востока уже заходят. Да, проблема в том, что экстремальные климатические вот эти явления, как аномальные ливни, наводнения, да, ураганы. Он поднимается на сантиметры. А что такое сантиметры? Пока ничего, спрашиваю. Ну, у нас... В далекой перспективе, там, десятки метров, это да, серьезно. Да. Конкретно к этому привыкли, что они начнут либо вымирать, либо... Ну, вообще-то новые могут... Нет, там есть свои минусы, свои минусы. Но самый большой минус – это новые болезни появляются. Новые инфекции, новые болезни, которые раньше в этом приемоте не могли... Поэтому проблем-то много, она не придуманная и серьезно, но это... И, несмотря на то, если так говорить, ну, много говорят, там, она на технологиях, там, и перспективах, и рейтингах, но, на самом деле, несмотря, что это все на глуху, самые большие финансовые вложения в исследования – это климатические. Сюда огромная армия ученых работает, самолетарь, самолеты, спутники, корабли по океанам, огромное количество станций, вся земля, вот их она всякими станциями, в том числе и мы сейчас в Коворотке организовали станции, сейчас в Опыт-Нанге этим летом, международная сеть, арктическая. То есть это огромные деньги, никакое сравнение, никакие нам технологии, даже близко по деньгам не стоят, и по армии ученых, которые задействованы. Вот мы ежегодно, грубо говоря, есть такая конференция, европейского геофизического, ассамблей Европейского геофизического союза проходит в Вене, обычно это мая-весна, собирается около 20 тысяч участников, участников, в них половина климатологов. В США ежегодно в начале декабря, особей Американского геофизического союза, там собирается 25 тысяч, в них тоже половина климатологов. То есть огромная армия ученых работает в течение многих десятков лет. То есть это очень вещи затратные, но они стоят того, потому что, ну вот, простой пример, вы видите, на Дальнем Востоке, да? То есть это огромные убытки, чтобы сейчас там все повести в состояние, это колоссальные убытки для нашего государства. Теперь представьте, если бы такая же ситуация была не на... Но хорошо, у нас сейчас есть нефть, и есть деньги, можно себе позволить, позаботиться и навести порядок там. Я представьте, значит, у нас вся энергетика добывающая нефтяная, газовая, сосредоточена в Западной Сибири, где в зоне вечной межлоты. Если такая ситуация, как в Владивостоке, она обязательно будет, вопрос только когда. Просто и в том, точно когда. Такие ситуации будут, и, значит, и вся инфраструктура добывающая и транспортирующая будет нарушена, денег не будет и восстанавливать будет. Вот это вот проблема, которая нас ожидает в будущем, а просто только когда. Или это на ваше будущее придется или на ваше детей. Значит, качественно у нас все понятно. Вопрос очень важный в том, как эта система, климатическая система, с точки зрения физики, работает, и как количество ее писать. Потому что качественно в целом у понимания есть достаточно хорошее, как все это работает. Но для того, чтобы делать какие-то прогнозы, достаточно, ну, надежные и долговременные, нужно количественные модели, физико-математические модели. Значит, я вам хочу рассказать вкратце о климате Земли, значит, как устроена климатическая система Земли, в принципе, и климат прошлого, настоящее и будущее, значит, как узнать, какой был климат прошлого, настоящее, в принципе, сейчас наблюдается, и как предсказать на будущее, что может быть. Климатическая система, планеты наши, у разных планет на разные, потому что она стоит из различных посте, но для Земли это атмосфера, прежде всего, биосфера, гидросфера, это все, биосфера это все, что живое, зеленое на Земле, гидросфера это океаны, моря, реки, теодера, вверху, гидросфера, гидросфера это, что ж, это ледники, гидросфера это торопкида, это Гренландия, ну, и зимой, когда выплывает часть неба, это тоже климатическая. элита сферы этого земных земная кара которая обменяется с атмосферой газами и поддержит равновесие тех газов которые определяете тепловой режим атмосферы то есть вот эти вот все подсистемы они между собой связаны и нужно чтобы описать климатическим работать ну да естественно знать как работает каждая по системе как они между собой связаны как количество уравнениями связать там рассчитать но для примера скажу что суперкомпьютеры суперкомпьютеры сейчас в таком уровне достигли что все задачи которые сейчас перестали атомные испытания дела и модели физические и а единственная задача компьютеры не могут решать еще долго не могут следить все на данном то есть я сейчас как пример приведу значит современные климатические модели которого с нами работают немецкие коллеги она стоит процент вести макс планка на компьютере который входит в топ-4 мировых компьютеров и чтобы рассчитать на 10 лет непрерывного счета 12 месяцев с в в в в в тогда поэтому запресс И сейчас развитие моделей, но именно прогрессы в развитии моделей, он держится именно развитием суперкомпьютеров. Несмотря на то, что они там ежегодно практически мощности кулические, примерно еще порядка 4 по мощности не хватает, чтобы модель такой, как хотелось бы, можно было загрузить. То есть это единственный сейчас стимул для развития суперкомпьютерной техники. Значит, климат прошлого. Очень важен, почему? Потому что, зная, как он был в прошлом, на как можно дольше глубину, и почему происходили изменения. Чтобы понять, что сейчас происходит, и предсказать, то есть надо понять климат прошлого, настоящего, и предсказать климат будущего. Такие задачи предстоят. Для того, чтобы климат прошлого не так давно был точно прописан, но есть разные качества. Я буду говорить только о количественных физике, да, естественно, и вы должны количественные модели строить и количество данных получать. Потому что о климате прошлого и геологические данные, всевозможные археологические, но они такого качественного характера. Количественно, конечно, уголочить физикам прописать климат, но максимально на 820 тысяч лет. Довольно подробно. Каким образом? Где хранится память об этом? Она хранится. Она хранится. Она хранится. Самая большая, большая, значит, запись, самая долговременная запись хранится в Атарктиде. Атарктида накапливалась, то есть снег там ложился по слоям, понятно, что чем выше слой, тем глубже, тем дальше по времени. Задача, как, естественно, шкала неравномерная по глубине, эта задача тоже непростая, как по времени эту шкалу идентифицировать. Но тем не менее ее решили. Значит, как узнать хорошо? Я немножко отвлекусь от климата прошлого. Значит, акцент сделан на том, какие проблемы, как невооруженным глазом видно, что климат сейчас меняется, и именно потепление идет. Ну, понятно, те, кто данные измерения обрабатывает, наблюдает со спутниками и прочее, они о чем они знают. Но то, что невооруженным глазом, то за последние 40 лет горные ледники очень сильно наставят. Ну, в Гренландии, да, далеко, в Гренландии очень сильно, да, это понятно. У горных ледников, горных ледников много, и у нас в стране все, и все, кто там живет, и все хорошо видят, что ледники ушли. И самый такой характерный пример – это вот Килиманджаро, да, я его всегда привожу. Его возраст насчитывал более 11 тысяч лет. Ну, как определили возраст? Когда бурили кенгры, там находили какую-нибудь косточки каких-нибудь животных, птиц, и так далее, и по радиоульгированному анализу, сколько они там где-то лежат. Значит, вот, его возраст насчитывал нескольких лет. Это его состояние в 70-х годах, вот так, что я глядю. Вот так он выглядел в начале 90-х, да? Это начало 2000-х. Вот в 2009-м году. То есть, вот вся основная шапка исчезла, да. То есть, считай, что в 2015-м году даже его признаков уже не будет. То есть, представьте, я 11 тысяч лет не простоял, практически за 50 лет исчезал. Какие колоссально быстрые процессы. Ну, у нас вверх, да? А дети, мы с вами, мы, 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 мы. Вот, еще один очень важный момент, что устойчивость климата сильно, в большой степени, зависит от состояния арктических льдов. Потому что Арктика большей частью года покрыта льдами, даже летом. Но сейчас площадь и количество летних льдов, видите, как меняется по годам. Это вот с 79-го по 2000-й, средняя, да, был в 2007-м. Так вот, в сентябре минимальная площадь льдов, это миллионы квадратных километров, да, это здесь. И теперь, если всегда продолжить, то, да, вот так, тенденцию, да, то в 20-м году она в летом должна быть полностью оставаться без льдов к сентябрю. Это существенная критическая точка, когда, после этого, процесс нагрев пройдет очень быстрее. Потому что сейчас тратится очень много энергии на того, чтобы растаять лед, да, теплодоплавление, да, очень много будет. А вот теперь, когда лед платится, вы знаете, температура не меняется. Как только льда не будет, нагреться на звезд очень быстрее. И стабильность климата сильно зависит от стабильности Арктики. И как только это вскроется, вечная межлота, она сейчас стоит, она стоит на счет быстрее. Но вы в курсе, что на 65% территории России перечная межлота? То есть у нас страна большая, но большая часть. Она начинается, если идти с запада 63 градусов с северной широты и туда на восток, до 60, до 50. И плотность, толщина промерзшего ледяного грунта на западе 20 метров характерна, а на восток до 200 метров. Вот вопрос, теплофизики есть среди вас? Нет? А вот, каким образом, каким физическим процессом удалось проморозить? На 200 метров. Что нужно было делать, Господь Богу, чтобы на 200 метров? Да, тебя понял. Даже если бы там океан был с жидкого ледяного салюта. Это и, в общем-то, такой неправильчивой гипотезы нет. Почему? При скользении. То есть разные. Но они не все объясняют. И единственное, может быть, что изначально земля была замерзшая. Есть такая модель. Снова земля снежных коммунистов была замерзшая. И еще не совсем оттаялась. Тихо, сейчас встали. А мы пугаемся, что бывает на потепление. И ругаем в этом. Сначала потепление, а потом... А мы перейдем, почему техник, в чем виноват, этих вообще человек. Паш, человек с удовольствием. Нет, не снимайся, а кто-то появился. Иллюстрация того, как ведутся наблюдения, видите, всемирно-фитерологическая организация... Я что-то нажал, видите? Нет, ничего. У тебя как в штаб? Куда нажать? У нас так вылили, ничего. Нет. Нужно один розовый. Пойдем, да? Ну, пожалуйста. А как ее нажать? Пальцем нажмите, он по экрану. Да? Нет, авто есть. Попробуйте, я пока буду говорить. Всемирно-фитерологическая организация организовалась в 1861 году. Начали все станции, которые были в метеорологически готовы в маркетинге. Сюда у вас по 150 лет есть не в этом станции. Начали объединять единую сеть и все данные поступать во всемирно-фитерологическую организацию. И до сих пор это единственное, что сеть ширится, измеряется... Видите, какая большая сеть. Очень плотная вот в США, плотная в Европе, в Японии и очень редко в России. Хотя есть очень старые... Естественно, качество данных зависит от плотности этой сети. Но это метеорологическая сеть, и много международных... И в метеорологической сеть что измеряется? То есть стандартное измерение, это на высоте двух метров измеряется температура воздуха, плотность, скорость направления ветра. Все это передается. Есть, кроме метеорологической станции, и есть метеорологические обсерватории, которые и должны каждые 12 часов по регламенту запускать зонды, измерять вертикальные прощи и температуры, влажности, тоже направление ветра, азон, ну еще таких характеристик, как озон измеряют. Вот, кроме метеорологической обсерватории запусков зонда, запускались в метеорологические ракеты, очень много запускается в Советский Союз, очень много запускал, сейчас весь мир запускает, в России почему-то перестало, да. Вот, метеорологическая ракета, там проверяют профиль температуры до больших высот, до 100 с лишним километров. Запускается ракета, а потом на парашюте опускается. Вот, вот, с измерениями и вот это. Значит, кроме вот этих метеорологических сетей, есть международные сети различных датчиков, где измеряется концентрация парниковых газов, тоже вся земля утыканная, где в океане можно расставить. Но первый датчик был поставлен в 58-м году на Мау-На-Лова, и тогда на это никто не обратил внимания, но когда старые временные ряды накапливаются большие, он стал очень интересен, полезен, и политики им будут. То есть, в климатических исследованиях очень важно накопить длинную временные ряды данных. Они информационные. Потому что, скажем, вы поставили датчик в какой-то точке планеты, и проводите измерения. Чтобы отклик с другой стороны планеты, с другого полушария поймать, нужно измерять как минимум полный цикл перемешанный. Полный цикл перемешанный между полушариями – это два-три года. Если уж как определили, значит, есть источники определенных, которые нет, только в северном полушарии, которых нет в южном. И измеряем мощность этих источников. И такие газы, как и С-106, С-106, потом Криптон-85, источников нет в южном полушарии. И когда появятся эти газы в южном полушарии, вот по этим характерным временам, для этого ремонта. Полное перемешивание, соответственно, модели, через модель это рассчитывается, чтобы более точно определить времен, полное перемешивание – два-три года. Поэтому, чтобы тренд какой-то увидеть в климате, значит, надо много циклов перемешивания. То есть, мы нужны долговременные временные ряды, которые десятилетия накапливаются. И вот этот ряд, он, конечно, видите, очень интересный. Это, как климатского прошлого прописали. У нас сейчас организована лаборатория физики климата и окружающей среды. Ее научным руководителем является французский ученый, известный, Джон Жузель. Он изобретатель полиотермометра. Кто это такое полиотермометр, да? Значит, в свое время у нас кандидатский диссертацию недолго скипит, и он изучал изотопы водяного пара и воды в разных образованиях. В осадках воды, в краденах, в снеге, в дожде. И физика, да? Знаете, что вода состоит из различных изотопомеров. Это H2O16. Я дозусь по закрыву, к сожалению. H2O16, основной изотоп. Есть H2O18. Есть HDO. Если по количеству, значит, максимальное количество H2O16, значит, доли процента это H2O, H2O18, 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 всякие есть, и D2O, конечно, и так далее. Но основные вот H2O и H2O18. У них разные температуры и конденсации. Вот, если мы берем H2O16, H2O, H2O, у них на 4. градусов отличается температура и конденсации. Соответственно, разные скорости испарения. То есть, в процессе испарения, в каждом акте фазового перехода испарения или конденсации, если у нас смесь есть в океане, у нас стандартное соотношение, она всегда постоянно в океане этих соотношениях. Теперь, из океана вода испаряется и начинает двигаться, значит, конденсируется в облаках, вода точно испаряется многократно, и вот так вот виду, доходит до нас, да? К нам идет с Атлантики, многократно испаряясь и конденсируясь. И при каждом акте испарения и конденсации происходит разделение. То есть, градовая фракция объединяется тяжелым азотоком, жидкая фракция или твердая, в большей части, тяжелая. И отличие, соотношение азотокеонического начинает сильно отличаться. Вот, и когда это все приходит в снег Антарктиду, выпадает там, соответственно, по соотношению азотоков, а и более того, ну, исследование, кроме него, конечно, еще много исследователей было, которые этим занимались, все задачи, физикой вот этих процессов конденсации испарения разных азотоков. Значит, это температурные зависимости, очень сильные, и соотношение зависит от того, какие были температуры. И вот, если мы в какой-то точке земного шара взяли снег, да, то по соотношению азотоков можно было, можно только сказать, какая была температура, когда он там попадал. И вот на этом многое было феномене, и было основано в полиэкономике. То есть, если мы берем снег из Антарктиды или сединово-керменной, лед этот, измеряем на масс-фектромеле соотношение HDO к HDO, то по этому соотношению можно точно сказать, какая была температура. То есть, так мы можем узнать теперь, да? И первые станции, видите, сколько станций на Антарктиде? Вот эта станция «Восток», это знаменитая советская станция, которая начала в 60-х годах была организована, она практически единственная была тогда, и все исследования были вокруг них. Сейчас, смотрите, сколько станций, есть и американские, и французы, и они европейские, и китайцы даже тут своих станций по наставе, все бурят. Вот активы пробурили уже до конца. Значит, добурили до конца, с лишним километров. То есть, весь, весь, и слой от игры, и то же самое Гринландия. Но в Гринландии слой меньше, примерно на тысячу километров, ну, на тысячу метров. Здесь вот активы, это три с лишним, три шестьсот, по-моему, три километра шестьсот, глубина из толщины. А в Гринландии 2 километра чем-то. В Гринландии тоже хранит, но меньше, меньше период. И очень важно сравнение вот между Гринландией и Антарктидой. Я потом остановлюсь. Для онышнего грима-то очень важно. Ну, вот так вот выглядят эти первые, которые достают. И потом их пилят на мелкие кусочки. То есть, сначала они пилили крупными кусочками, и пробежались по все 800 тысяч лет с большими шагами. А сейчас очень тщательно, минимально возможными кусочками, примерно, ну, буквально, может быть, 5-10 лет там удается, чтобы прописать очень тонко. С высоким разрешением по времени. Тоже очень важно. Я потом расскажу, почему. Ну, так вот процесс идет. Это они его на распилку подают. Да, хранилища, это огромное хранилище. Тикернов хранится на станции Востока наших очень много. И тот, кто хочет их поисследовать, нужно заплатить большие деньги, чтобы получить кусочек. Да. Да, кусочек, да, да. Уникально. Ну, вообще-то, в самом деле, это дуракова удовольствие, организовать там станцию, и много лет ее поддерживать. И в бурильной установке представьте, три километра с половиной бурить. То есть это серьезное. По взрослому там. Вот. Примеры это со станции Восток. Самые первые были опубликованы. Они были опубликованы в 99-м. И не так давно. Представьте, в 60-м начнем. В 99-м году. Результат, то есть практически 35 лет работали. Себот. Два результата. Но результат того стоит. Значит, вот, я вам говорил, да, по отношению РЖДУ к каждому в Керне можно сказать, какая температура была, вот видите, температурная прямая, красная. А 0 это обычно берут температуру с 60-го года за 0. у нас в среднем к планетарной температуре 60-го года. Почему-то принято на норме. Поток неет. Я считаю, что туда и сюда. Вот. И концентрацию самых ключевых парникового газа до метан и СО2. Видите, то есть в пузырьках воздуха, который там сохранился. И очень тонкие измерения на масс-спектрометре. Нужно это серьезное, чтобы определить концентрацию. Все это было определено. Как раз измерения, все эти гермы возили в лабораторию Соклая, откуда наш профессор, он очень-то создатель этой лаборатории Соклая. Все измерения проводились там. Ну вот видите, да, концентрация и температура, они отслеживают друг друга очень точно. Здесь, смотрите, 420 тысяч лет. Ну, ну, это наше. Там же тогда очень много. Что? Да, она же больше была. Это нас, это сейчас. Ну, это сейчас. А, это сейчас? Да. Это наоборот? Шкала наоборот, да. Ну, это сейчас. Вот в чем проблема? Никогда не было такого. То есть, ну, вот, казалось бы, да, вот так идет и пойдет так. Ничего подобного, потому что сейчас все не так, а вот так. И это вот было на момент 99-го года. Сейчас метана 1850, а СО2, я вам говорил, 400. Все? Все здесь. Уже все вот здесь. Ну, все здесь, да. Все вот здесь. Кроме температуры, потому что температура защищает... Даже если сейчас прекратится рост, температура будет еще разкинуть. Долго, потому что она защищает большой теплоемкость на океанах, то, что она рассуждена просто. Вот, видите, что были холодные периоды, чтобы... И короткие, теплые, холодные. Вот, видите, характерная длительность, 800 тысяч лет. 40, а теплых 10-20 тысяч лет. Если вот так мы вроде на очередном теплом, мы здесь также находимся. Но поскольку сейчас все по-другому, то вопрос о том, что будет дальше, вообще говоря, открытый и не праздный. У меня есть предложение, значит, одну пару. Делаем перерыв минут 15-10 лет, и потом до 12 еще. Так, у нас должна пара закончиться. Вот за 800 тысяч лет аналогичная картина, которая сделана с французской станции Дон-Си. Почему на Востоке не удалось дальше прописать, знаете, да, там озеро неожиданно оказалось. То есть они добурили до озера. Три километра слишком пробурили до озера. Тоже уникальное явление, отдельное исследование, но оно помешало дальше прописать. А вот у французов на станции, на европейской станции Дон-Си, она добурились до гранита уже. Весь климат. Сколько там накопилось, до 800, тоже с 20 примерно тысяч лет. Но и та же самая кривая, видите, да? То, что вот на Востоке она точно совпадает, на Санкт-Петербурге и дальше вот такие же циклы. И вот то, что сейчас здесь приведено температурный цикл и углекислого газа. И вот сейчас, что мы имеем, публики Санкт-Петербурге. Ну, аналогичная кривая по метану, она здесь не приведена. То есть СУДА и метро, ну вот здесь то же самое. То же самое, только одна кривая по СУДА. Это было, это то, что пробежались вот крупными шагами, я говорил, за весь период, да? Значит, поняли, как, что как было. Теперь, очень важно, сейчас все, говорил, режут на мелкие кусочки и стараются прописать. вот чинил высоким разрешением, но с каким-то можно. Ну, разрешение характерно около 10 лет, чуть поменьше. Меньше взять, потому что если сильно маленький кусочек возьмешь, то там СУДА очень мало будет, метана мало, померить невозможно с нужной точностью, да? И вот здесь данные приведены с Гренландией. Очень важно сравнение Гренландского, что и с Антарктидой. То есть, совпадают они или есть какие-то отличия, если были отличия, то почему? Значит, ей когда крупными шагами шли, все совпадает, что в Гренландии, что в Антарктиде, со всех станций Антарктиде одинаково. А вот когда начали мелкими шагами идти, то оказалось, что есть все отличия. Совсем недавно, эта вот работа буквально опубликована года два назад. Вот в этом месте буквально менее чем за 10 лет видите, произошел скачок по температуре. Нет, 12 тысяч лет назад произошел скачок за период не более чем, ну в районе 10 лет. на 16 градусов изменилась температура. Вот по вот этому изменению, видите, дельтава 18, по вот этой величине изменения дельтава 18, можно сказать, насколько изменилась температура. Вот температура изменилась на 16 градусов. В Гренландии. Это среднегодовые температуры. А? Что у нас? Есть вопрос. Это с керном, в Гринландских керном. Когда их начали резать на более мелкие кусочки, на более мелкие. Мелкие шаги, да. Когда крупно шли, там проскакивали эти вещи. Когда стали вот мелкими шагами, вот этот мощный. То есть, процесс, то есть, изменение произошло примерно за 10 лет, длилось там почти, ну тысячами уже, и снова потом вернулось. Значит, почему произошло похолодание, а потом снова потепление, тоже потепление довольно быстро в Гренландии. А вот эти 16 градусов среднегодовые, это очень много. Очень много. Представьте, если там на 16, то здесь это, ну градусов на 10, то холоднее было бы. А это неравномерно, это среднегодовые температуры, уже неравномерно меняется. Это значит, зима были, может быть, 60 градусов, 70 градусов зимой. Терпимо, да. А причина этому, предполагает, что это связано с течением в Торстрюм. Потому что климат здесь, в Европе, да, и у нас здесь. должен быть холоднее, чем есть на самом деле. Если на самом деле и за Гольстримом, Гольстримом очень сильно подогревает, Терпимо теплое течение, которое подогревает Европу все у нас, в том числе. Если бы ему не было, здесь бы было вот, на 16 градусов в холодильник. Вот сейчас Гольстрим работает. Тоже предполагает, что это было. Да вот я сейчас к этому иду. Почему, а почему перестанет? Растает холодное течение уже, потому что Гренландия, да, еще холодное течение, сериатлантическое, которое... Гольстрим его накрывает, оно подныривает. Холодная вода, почему она тяжелее, Теплое легче, поэтому они вот так вот. Но, холодное течение подпитывается тающим гренландским льдом. Лед пресный, соленая вода тяжелее, чем пресный. Лед пресный, пресная вода, разбавляясь в соленой водопресной, плотность становится меньше и всплывет, когда-то он всплывет на Кройберсе. И сейчас все вот эти европейские страны, которые вокруг Астрима, они там очень серьезно мониторингом, Астрим мониторинг и температуру в мире там в разных точках какие-то скорости течения и со спутников, и на УИТ-м поставили, и так далее, что-то на воду здесь есть. То есть это у вас не важно, потому что Англия замерзнет, это Швеция, Финляндия, Норвегия, и на ИИС, северная часть севера российской Европы, Москва и прочее. Ну и нам тоже достанется. Нам будет не 16, но 10 градусов. То есть это... И видите, очень существенно, что это вот этот переворот, буквально за 10-20 градусов. Это можно приношить. Или приношить мысль. Да? Ухолодай, но представьте, тут зимой минус 60 градусов. Хуже, чем так. Да ни одна теплосеть не выдержит. А у вас же... Есть электричество? Есть. Выложи. То, что это произойдет, практически 100%. Вопрос, когда произойдет? Это примерно как предсказательное возражение вулкана, где мы все знаем, что будет, должно быть. Зависит от человека. Как забудет. А в местности, так сказать, что в местности, так сказать, как индивидуальный, в Сибири, там, еще меньше? В смысле меньше. Ну, изменения, не скажем. Но изменения... Значит, Атлантическая циркуляция, которая определяет наш климат, она до... Почти до Ениссея. То есть, это все... Понятно, чем дальше, куда вы говорите, куда вы говорите, тем меньше. Скажу, если у Кирилландия там на 16 градусов, в Англии и в Швеции, у них... То у нас красота на 10, да? А туда к Ениссея может быть красота на 5. У них это... Да. Сначала уже, получается, глобальное утепление, значит, хоп-топик это все делал сначала? Нет, я не понимаю. Нет? А потом заборозит, да? Глобальное утепление, оно будет продолжаться, его никто не отменял. Но локально будет сильно похолодание. Весь земной шар в целом греется, грелся, греется. Дискутирует, есть парниковый эффект, нет ли его, да? Вот, конечно, есть, было, и всегда будет. Если бы не было парниковый эффект, там на 33 градусов холоднее было. Проблема не в том, что он есть или нет, он с парнем то, что он начал меняться. Начал расти. Он всегда был. И именно вот благодаря вот этой маленькой концентрации, где прибыл газов, вот такой огромный поток. Это второй поток, который греет землю. А дальше оплаждение, три потока у нас есть. Естественно, раз это земля нагрета до температуры плюс пятнадцать, соответственно, и излучает. Частично поглощается и выходит. Значит, если мы будем баланс смотреть на верхние границы, то у нас только радиационный здесь баланс. Здесь потоки только радиационный приходит, солнечный. Часть уходит назад и уходит тепловой поток. А естественно, балансы не готовы. Нулевой. В норме, если система устойчиво стоять, значит, она нулевая. Сационар. Значит, она нулевая. А на поверхности еще потоки охлаждающие это за счет испарения, да, это сколько тепло уносит. И за счет турбуляции, так называемых, сенсибилл, а как по-русски-то, сенсибилл китом называется. Но это когда у вас газ одной температуры, контактируется с другой температурой, уносит часть теплостнета без изменения, без фазов перепонок. Без испарений. То есть вот это вот так среднегодовые потоки такие. Тоже это все на тех станциях, которые в сети опутанном всеми. Всему земному шару все это измеряется, приводится в норму за многолетние характеристики. Вот они сведены в такую картину. Здесь тоже баланс приходящих на поверхности и уходящих в области равен нулю, потому что температура, в принципе, я вам говорил, да, среди годовая плюс 15, с небольшой отклонение плюс-минус 0,1. Но вот тот тренд, который я показывал за 100 лет, температура все-таки на градусах возросла. Большой тренд. Все-таки этот тренд есть. За счет чего? Потому что есть разбаланс. Разбаланс наверху и разбаланс на ней внизу. И он равен 2-3 ватта на метр квадратный. Сторону нагрева. Нагревается больше, чем. То есть поток приходящий больше, чем приходящий. 2-3 ватта. Много это или мало? 2-3 ватта на метр квадратный. Если вы множите на площадь поверхности земли, то вы получите 250 мировых нагрев. То есть это на самом деле большое количество. И вот разбаланс, и за счет этого разбаланса, вот он появился за счет увеличения вот этой концентрации углекислых газов, которая за 150 лет такой скачок сделала. Этот разбаланс именно, он это как бы считается несложно. И расчетами подтверждается, и наблюдениями разбаланс. Спутниковые наблюдения наверху ведутся где-то с начала 80-х. Временной ряд этот разбаланс есть. И наблюдения внизу они подольше тоже этот разбаланс фиксируют. Ну и расчеты, которые, если вы зададите, я даже, у меня была группа в прошлом году тоже магистратов-фиплофизиков, и мы рассчитывали, то есть, насколько увеличится вот этот садок при прочих равных. Если концентрация увеличилась с СОЛ-2 и метаном, то по тем данным, которые все как-то неизвестно. И действительно получается близких к этому значению. У нас чуть больше 3-х ВАР получилось. То есть, это все рассчитывается, но я не скажу, что просто, но достаточно точно. То есть, физика понятна. Разбаланс есть и греться будет, и нет причины, чтобы он не грелся. И если будет дальше происходить увеличение концентрации облекислого газа, то греться будет еще сильнее, и разбаланс будет еще сильнее, и греться будет сильнее. А облекислого газа при пироарах земли очень много. Если взять концентрацию, которая находится, количество, которое в атмосфере за единицу, то в океане растворено примерно в 80-100 раз больше. То есть, это как к психологу газированный. Если он нагреется, то она выйдет правильно. У вас в холодильнике стояла, вы вытаскиваете, открываете, просто вам пришли. Газ выходит на облекислый газ, потому что растворимость его зависит от температуры. Второе, но это не самый большой резервуар. Самый большой резервуар – это земляка, дитосфера, я вам говорил, да. Часть подсистемы, климатические системы. В лесосфере, в карбонатах, его сотни тысяч раз больше, чем относились. Примерно столько же, сколько на Венере. То есть, если он весь выглядит, то нам, может быть, и в принципе, в такой очень долгой перспективе, эволюция, там через много, там может быть, сотен тысяч лет, может быть, и Венера. А на Венере какая температура, знаете? Четыреста. Четыреста. А, четыреста. По Цельсию. Да, по Цельсию. Четыреста – это свинец плавится. Чего, вчера летал? А, знаете, что астрономы вот до того, в шестьдесятых годах, начали на Венеру аппарат осадиться и измерять температуру. Советский аппарат, то есть, в основном Венеру исследовал, а суть США, Марс, чтобы конкуренция была, и чтобы они не пересекались. И очень много аппаратов в Венере.